Песох Есть несколько человек, которые знают. Есть, которые не очень знают. Сегодня мы будем изучать это. Среди, например, христиан очень такой распространенный вопрос получил это спасение. Или что значит спасение? И ответ такой достаточно распространенный, что в один день я во веки вечные буду пребывать на небесах. Кто слышал такие ответы? Мы будем как спутники в космосе во веки вечные на небесах. Таким образом примерно говорят. Когда задают вопрос, что значит спасение? И я могу сказать, что да, есть определенное место, когда человек выходит из своего физического тела и идет в какое-то определенное место, которое предназначил Бог. И мы не знаем, где это, на небе или на земле или в каком-то другом месте. Но очень важно осознать, что время в этом месте оно не во веки вечные, оно тоже ограничено. Потому что после этого периода времени есть то, что в священных писаниях называется воскресение из мертвых. Новое тело. И слава вокруг. Божье царство. И об этом написано в священных писаниях, что это уже будет во веки вечные. Поэтому каким образом мы можем определить слово «спастись» или «спасение»? Если мы учим про три праздника, которых Бог поверил нам праздновать на неделе Песоха, И каким образом связать эти три праздника с благой вестью Гном Нового Завета, Тогда мы, наверное, можем понять примерно хотя бы, что значит «спасение». Я думаю, что где-то 80-90% мы поймем. Поэтому если вы открыты к этому учению, давайте учиться. Это написано в книге Левит 23 главе. Это глава про все праздники, законы праздников, которые Бог дал народу Израиля. И кроме Шабата, который называется «Первый из праздников», «Праздник праздников», есть еще семь. Когда я говорю про семь праздников, обычно я для зрительного примера поднимаю минору, потому что минора состоит из семи подсвечников. Семи ветвей. А здесь Песох, Мацот, есть праздник опресноков или опресноков, первых плодов или сферата снофов, исчисление снофов, есть шавуот, есть праздник труб, в Масурет Исраэль, есть семь, которые в себе имеют и историческое, и пророческое значение. И только три мы празднуем на Пасхальной неделе. Это сам Песох. На второй день после Седера Песох мы празднуем праздник Мацот, на протяжении семи дней мы его празднуем. И есть еще заповедь, что когда вы будете жить в своей земле, празднуйте первые плоды. Я хочу прочитать эти местописания. Давайте мы откроем Левит 23 главу. И написано в пятом стихе, в первый месяц, в 14 день месяца вечером Пасха Господня. И мы знаем, наши мудрецы, толкователи говорят, что примерно от 12 до 18 месяцев Бог посылал казни на Египет для того, чтобы заставить египтян отпустить Израиль. Мы, сколько это времени продолжалось, точно не знаем. Может быть, это было еще дольше. Но мы изучаем то, что Египет и есть смолим, шоним, маком шелабудат Иллилим. И Египет наполнен символами идолопоклонства. Каждый, кто заходит в Египет, становится рабом этой структуры. Это не только идолопоклонничество. Это также сокрушение морали. Это также, как мы уподобляемся более животным, чем продолжаем быть людьми. И мы оставляем тот стандарт, который дан нам небесами. И на протяжении очень долгого времени Бог наказывал казними Египет. До того, как Египет стал сломлен. И даже несмотря на весь этот балаган, они не хотели сначала отпускать народ Украины. Потому что в природе греха есть желание держать рабов настолько, насколько можно. Я думаю, что здесь нет ни одного человека без греха. И иногда мы умолаем Бога. И мы боимся. И вот мы чувствуем себя, что мы стали лучше, и мы находимся в более лучшем положении. Такими мы добренькими ходим месяц, два года. А потом обратно мы попадаем в грех. Египет не хотел отпустить. Грех не хочет отпускать. И нужно давать не только сильные казни. Нужно принести что-то более значительное. И сегодня мы читали, Влад читал нам из книги исхода 12 главы. Выберите себе агнца. И зарежьте этого агнца. И они взяли, и они помазали косяки дверей кровью этого агнца. И когда придет ангел смерти, он увидит кровь, и он не зайдет в этот дом. Он прошел мимо. И здесь есть вопрос. Есть в христианской традиции. Говорят, что ангел смерти — это дьявол. Это вообще не так. Потому что написано, что сам Бог прошел по Египту и поразил первородных. Но когда мы читаем более внимательно, мы понимаем, что был особенный ангел от Бога, которого сам Бог послал. И мы должны здесь понять, что когда на косяках дверей было кровь и овец, это не была защита от дьявола. Дьявол — это одно из инструментов Бога для того чтобы испытать нас. Но Иешуа один раз говорит очень интересное слово. Об этом написано в Матфе 10 главе в 28 стихе. И там написано, «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в Гиене». Есть один единственный судья во всей вселенной, который может принести наказание или благословение. Это сам Бог, Всевышний Бог и нет кроме него. Как мы говорим, Всевышний Бог дающий за благие дела. И когда была кровь на косяках дверей, то Бог говорил, я принимаю это как жертву и я помилую вас. Очень важно понять, что Пасхальный Седр — праздник Песня. И распятие Иешуа Мессии как совершенного агентства — это не защита от дьявола. Это жертву для того, чтобы нам обрести милость в глазах Бога. Поэтому Иешуа очень ясно говорит в Евангелие Туана, в 5 главе, в 24 стихе. Он говорит, «Верующий в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это очень важно понять, что когда мы принимаем жертву, которую Иешуа Мессия принес за нас, это не значит, что нам это дает защиту от дьявола или от каких-то искушений дьявольских. Естественно, это дает нам защиту. Это дает нам силу победить. Но разные испытания и искушения, которые мы проходим в жизни, мы проходим для того, чтобы исправить нас. А совершенная жертва Мессии — это защита от суда. Когда мы знаем, что если мы придем на суд Всевышнего Бога, и открываются книги, и начнут нам из этой книги читать, что мы сделали в прошлом, и мы увидим, что нет ни одного праведного перед Богом, в один миг будет произнесен голос. Но из-за того, что ты в этот день и в этот час открыл свое сердце для жертвы, которую я послал, ты оправдан силой и праведностью Господа Иешуа, который является истинным и совершенной жертвой. Но Египет все еще пытается захватить себя. Грех пытается захватить себя. Принести яд в твою душу. Но ты будешь знать. Если ты укрепляешься в Господь, то ты преодолеваешь грех, но без всякой связи с грехом или с жизненными обстоятельствами, каждый раз, когда ты поднимаешь свои руки и говоришь, Господь, который на Гребеса, во имя Иешуа я прихожу к тебе, то Он принимает тебя, и тогда исполняется обитование, которое записано в Иеремии 31.31, это Новый Завет, и когда грехов баших, я не воспоминал более. Я обратно открываю Леви 23 главу. Они карати пасук 5, а сейчас они коре пасук 6. Я прочитал 5 стих, сейчас я буду читать 6 стих. В 5-10 день для этого хода, хага мацот для Адонай, шиват ямим мацот тухлу. И в 15-й день того же месяца, праздник апресноков, Господу, 7 дней есть апреснок. Или апресноки. Мацот. Адинь видим, есть кцать бельбуль в кете шиламацот. Есть небольшое заблуждение в отношении мацот. В традиции говорят так, когда замешивают тесто для мацот, мы стеклим, что это не осталось с тесто более 17 минут. Но если мы читаем текст, сыновья Израиля вышли из Египта, и до того, как они начали выпекать лепешки, взяло намного больше чем 17 минут. 17 минут они не успели за 17 минут я в машину не успею спуститься. Но у них взяло время, и тесто осталось свежим. Возможно, это было как чудо, возможно, мы не понимаем, что это было. Но в конце концов, они сделали пресный хлеб. И, скорее всего, это был их первый прием пищи после того, как они вышли из Египта. Но очень важно понять, что во время того, когда они ели мацот, что-то произошло. В китове написано, что не было болящего в коленах. И в исход 20-22 написано, что каждый видел, что Бог сделал. Если мы в простоте толкуем эти места Писания, с того момента, когда они заклали Агнцев, и до того момента, когда они ели мацот, здесь просто посмотрите, обратите внимание на параллель, кровь и мацот. И вино и мацот, когда мы делаем вечерю Господу. Скорее всего, в это время произошло совершенное исцеление среди народа Израиля. Написано, что не было болящего в коленах, то есть все могли идти. не нужно было никого не скинуть на носилках. И как минимум, они все видели. И это не может быть, что в Ам Шалем нет ребенка в биркаем и в ме-хузрея. И невозможно, чтобы в целом народе не было у кого-то у кого болят колени или у кого плохое зрение. Когда мы едим мацот, мы укрепляемся сверхъестественным, божественным образом. Это то, что произошло. После того, как закончились мацот, после того, как они уже вышли и были в пустыне, Бог начал посылать ману. Проману написано что это пища была ангельская. Написано, я не знаю точно, едят ли ангелы физическую пищу или нет, но про ману написано что это ангельская пища. Те, которые пришли к Аврааму, они ели с ним. Но в случае с Гедеоном он сказал, я не буду есть. В общем, иногда они едят, иногда нет. Но есть точная ангельская между едой ангельской которая была чудесная. И мы говорим что это было все время там, и было мазбило и было много силы. Но мацот это что-то особенное. И написано что в той же параллели с Новым Заветом в Иоанна 6.48 Господь Иишуа говорит «Я есть хлеб в жизни». Как можно есть Мессию? Ну, кое-как это часть заповедей. Когда мы принимаем вечерю. Довар шини. Второе. Это наша вера. Это наша вера. Когда Давид говорит «Всегда перед собой я видел Господа». «Верить в Него». Молитва. Иишуа говорит «Зайди в комнату и закрой за собой дверь». Или «Зайди в море». Или «Зайди в какое-то место». Или «Когда ты один едешь за рулем в машине». Возови Господу. Мы живем в таком сумасшедшем мире и очень мало мест в которых мы можем уединиться. Но если ты захочешь, ты можешь найти это уединенное место с твоим искупителем. Иишуа «Яширот». Иишуа «Все ветерон». Иишуа «Все ветерон» Иишуа «Когда ты делаешь и ты делаешь и ты делаешь это вот так». «Когда ты делаешь что я sten с твоим и я и я вышла по вашим и внутри вас гостю и посетим у Иишуа И написано, что если вы делаете таким образом, или таким, есть множество заповедей, Ишуа сказал, что я его отец, придем к вам и будем обитать с вами. Я прочитала 10 стих из Левита 23 главы. Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, вы будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашему священнику. Нужно понять, что в пустыне не потрясали этим снобом, только когда пришли в землю. И написано, что было особенного в этой первой жатве. И многие думают, что это был ячмень. Ячмень – это очень простой плод. И очень намного более полезный, чем, например, пшеница. И ячмень – семя ячменя – растет очень легко в любом месте, куда она будет посеять. Что-то очень интересное. И Бог дает нам очень простые вещи, и, в конце концов, они оказываются самыми лучшими. У меня и у Женни есть друг в Норвегии, его зовут Оевен. Некоторые из вас знают, его особенно молодые. Такой высоченный парень. Он – один из управляющих фирм, которая занимается рыболопством. То есть, каждый раз, когда мы сидим и едим с ним, он объясняет нам разные интересные вещи про рыб и про рыболопство. И, в основном, те, которые живут в Израиле, мы любим лосось, да, саломон. Но, в основном, весь саломон привозят из Норвегии. Он говорит, ну, лосось – это, конечно, хорошая рыба, но она не самая лучшая. А самая лучшая рыба в отношении здоровья – это скумбрия. Потому что, когда выращивают лосось, а их выращивают в сетке и дают много разных химий, антибиотиков и всего остального. А скумбрия невозможно вырастить в искусственных озерах. Скумбрия плавает в океане и развивает скорость до 80 км в час. И, в основном, он говорит, что это скумбрия – это очень дешевая рыба. Везде, во всем мире, она есть. И самое здоровое. Есть что-то, что-то такое, в священных писаниях. Вы приходите из дома и можете пожениться. И когда вы приносите это священнику, в глазах человека, что это за ерунда, которую ты принес? Но когда священник принимает этот сноп, он говорит, это то, что вы передали Творцу мира. И он говорит, продолжайте приносить эту жатву и будьте благословенны из поколения в поколение. Очень важно, когда Рав Шауль берет это местописание и дает просто совершенно безумное толкование. В первом Коринфинах, в 15 главе, написано, с 20 по 23 стих, написано, что Машиах – это первенец из мертвых. Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Мессии все живут. Каждый в своем порядке, первенец Машиах, потом принадлежащий ему в пришествии его. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему принадлежит царство, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. И здесь мы изучаем то пророчество, которое произошло там, при выходе из Иисуса. И это было в нашем ДНК с самого начала. Когда мы ожидаем что-то. И очень странно и жалко, что в самом первом веке, в начале Иисраиль не увидел этого первенца из умерших, первый плод, первый снук. Ну, написано здесь. Что как Ишуа встал, как первый плод, первый снук перед Богом, так же это благословение будет продолжаться. В Колоссянах написано, что и Иисраилю, и язычникам этот первый плод открывает дверь воскресения из мертвых. И в Откровении, в первой главе, в пятом стихе, когда Ишуа открывает себя Иоанн, он говорит, что я первенец из мертвых. И нам нужно понять, что на неделе Песоха мы должны помнить три вещи. И все эти три объясняют выражение «Я спасся». Первое, это «Бог прошел мимо меня», то есть я чист перед Ним на Его суде. Я всегда чист. Я оправдан. Второе, есть ли он мою истинный хлеб, и я знаю, что Он воскрес из мертвых, тогда я иду за Ним. И в один день я воскреслю из мертвых, даже если это будет после моей смерти. И здесь есть еще один интересный пункт. Если мы открываем Евангелие от Иоанна, 21 главу, давайте мы прочитаем последний 25 стих. Многое другое сотворил Иешуа, но если бы писать о том подробно, то думаю, самому миру не вместить бы написанное. Я думаю, что дипломатическим образом Иоанн говорит, у нас нет способности понять что сейчас совершает дух Мессии, который воскресил его из мертвых. И мы не всегда понимаем, поэтому мы не всегда открыты для этого духа. Но если мы будем больше вкушать истинный хлеб жизни и связываться с Мессией в молитве, мы будем чувствовать тот дух, который воскресил Мессию из мертвых. И это даст нам такой сильный прорыв, что мы даже не будем знать, что это. Давид сказал здесь некоторое время назад, что мы заходим в новое время. Он это очень харизматично сделал. Я сделал это менее харизматично. Когда началась пандемия, наше желание было, чтобы все вернулось, как прежде было. Все сказали, вот пройдет эта пандемия и все будет как раньше. Когда началась война, Россия напала на Украину. Мы тоже сказали, ну несколько месяцев и все будет хорошо. В том ожидании, что там это тоже закончится. Мы действительно боремся за это. Когда у нас сейчас состояние такое, что Израиль вынужден воевать. И я в ожидании, мы очень сильно верим, что в один день это закончится. Но я чувствую, не могу объяснить это чувство, но у меня такое ощущение, что что-то в вечности, в эпохе меняется. Я хочу сказать вам, молитесь сейчас. Нам нужно быть чувствительными к Святому Духу. В один день Бог сказал нашему про отцу Аврааму. А им есть ма-шу му-стар шани ло-исапер ле-хавири. Есть ли что-то скрытое, что я не открою другу своему Аврааму. Но если мы не разговариваем с ним, как он может открыть нам что-то? Мы служители Нового Завета. Кату-вале-ну ма-лсут ха-ку-аним. Написано про нас царственное священство. И нам нужно себя, чтобы мы были подходящими под это призывание. Давайте встаем. Песох, Шаваот, Суккот. А коль мам-ших. И продолжится у нас и Песох, и Шаваот, и Суккот. Кому шизе ая левеней алпайем шана. Как это было двадцать лет назад. Кому шизе ая бемешек алпайем шана ахроним. Как это было на протяжении последних две тысячи лет. Вещи в этом мире меняются. Но те основы, которые Бог сделал, они не меняются в веки вечные. Я молюсь, Господь, помоги нам быть связанными с тобой. Быть связанными с истинным хлебом жизни. Миши шахах кцад. Тот, кто немножко забыл. Хадеш бано את галут של ישуа. Абнавив нас откровение, Господа ישуа. И дай нам укрепиться в тебе. Дай нам Твоя благословение, Господь. Не линитесь. Альти юат слоним. Аминь. Аминь.